Всем привет, дорогие друзья! Это довольно необычный формат для моего YouTube-канала, запись видео с телефона. Но это не моя творческая прихоть, это реальность, с которой я столкнулся при попытке сделать видеоролик, задавая вопросы. Чат GPT ни с компьютера, ни с ноутбука, он почему-то мне такую возможность не дал, а только лишь дал с телефона. Поэтому, чтобы не заниматься вырезанием скриншотов, я решил разнообразить свой контент и, значит, задать вопросы с телефона и записать видеоролик уже тоже с телефона. В общем, если вам видео понравится, не забывайте ставить лайки и подписываться на YouTube-канал. Ну а какие же вопросы будут, забегая вперед, вопросов будет много, вопросы сложные. Многие вопросы я задал, те, которые вы писали в моем Telegram-канале, ссылка на который, кстати, в описании. Тоже не забывайте подписываться, там много-много всего интересного. Ну и также вопросы, которые пришли мне в голову. Что это за вопросы? Как вы можете видеть, первый вопрос по поводу войны в Украине. Также будут вопросы касательно токеномики, выбора активов, лучшей стратегии для трейдинга, для инвестиций, смысл жизни. Как же без философских вопросов? В общем, много вопросов я задал в этот, значит, бот и получил достаточно интересные ответы, которые с удовольствием вам прямо сейчас зачитаю. Ну и первый вопрос, как я уже и сказал, это война в Украине. К сожалению, как пишет чат GPT, что не позволяет спрогнозировать будущее, а уж тем более такие сложные конфликты. То есть вопросов, ответы на такие сложные вопросы чат GPT не знает. Следующий вопрос по поводу будущего палка Dota. Что будет с ним? Какая будет цена? Ну, примерно ответ такой же. То есть не знает чат GPT, как спрогнозировать будущее и уж тем более, как спрогнозировать будущее стоимости на конкретные валюты. То есть много-много всевозможных факторов. Следующий вопрос касательно трейдинговой стратегии. Какая стратегия лучшая для начинающих трейдеров? Так вот, что пишет чат GPT? Здесь уже больше практики. Ну, во-первых, лучшей стратегии, по его мнению, не существует. И каждая стратегия, она должна подбираться с учетом целей, толерантности к риску и так далее. То есть много-много индивидуальных параметров должно быть учтено. Первое, тем не менее, он дает несколько советов, которые помогут начинающим трейдерам. В принципе, это можно, значит, перенести и на инвестиции. Значит, первое, что рекомендует чат GPT, это увеличить свое понимание рынка. Начать изучать книги, статьи, следить за изменениями в индустрии. То есть оставаться, скажем так, на волне текущих трендов, которые существуют на финансовых рынках. Второе, это разработать торговый план. То есть это то, что должно у вас быть как в трейдинге, так и в инвестициях. Потому что зачастую, ну, вот люди, например, пишут мне в комментариях, Андрей, вот я купил там какой-то актив, что мне с ним делать? Это очень большая проблема, потому что торговый план или же инвестиционный план у вас должен быть разработан заранее. То есть вы изначально должны понимать, где вы планируете входить, как вы планируете выходить, какой у вас риск и так далее, и так далее. То есть стратегия, когда вы вошли, получили какой-то финансовый результат, либо прибыль, либо убыток. То есть по-разному спрашивают люди. Кто-то не знает, что делать с убытком, кто-то не знает, что делать с прибылью, фиксировать, не фиксировать. Вот, чаще пяти советуют иметь четкий план действий до начала работы. Третье, что рекомендует ChatGPT, это тренироваться на демо-аккаунте. То есть пробовать демку, не нужно загружать сразу реальные деньги, потому что, скорее всего, вы совершите большое количество ошибок. Не нужно платить за свое обучение рынку. Дальше, что рекомендует ChatGPT, это диверсифицировать свой портфель. То есть не класть все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте между разными классами активов, между разными рынками, и это поможет вам управлять вашим риском. Оставайтесь дисциплинированными, то есть не позволяйте эмоциям брать вверх и управлять вашими сделками. То есть ваши сделки, все действия, которые вы совершаете, должны быть обусловлены какими-то логичными факторами, а не эмоциями. Потому что на самом деле эмоций гораздо больше в нашей работе. Вот если мы немножко копнем вглубже сделок, которые мы совершаем, стратегии, которые мы выбираем, там гораздо больше эмоций, чем может показаться на первый взгляд. И даже у довольно опытных трейдеров, инвесторов. Это хорошо прослеживается, особенно по публичным личностям, которые выпускают прогнозы. И очень четко видно, что человек говорит и почему он это говорит. Если есть определенная позиция, то есть определенный байос и так далее, и так далее. Если есть какой-то спор, то тоже появляется байос и многое-многое другое. В общем, оставайтесь дисциплинированными, пытайтесь убрать эмоции из вашей работы. Ну и шестое. Ведите журнал. Это вообще залог вашего успеха, потому что без журнала это все очень и очень сложно. Я думаю, что практически невозможно добиться серьезных результатов, если вы не ведете трекинг своих действий и своей работы. Дальше. Дальше. Ну и, конечно же, часть GPT здесь пишет, что сопряжена работа с большими рисками. Следующий вопрос про скрытое правительство и про масонов. Это вопрос, который был, значит, задан в комментариях в моем телеграм-канале. Чат GPT пишет, что нету достаточных данных, ну, скажем, достаточных оснований полагать, что существует скрытое правительство, или же какие-то масоны, которые контролируют мир. Мир очень сложный, существует большое количество правительств, организаций, их интересов, которые между собой переплетаются, и, соответственно, не существует какого-то одного простого объяснения. То есть, откуда берутся все эти теории конспирологические? И они берутся из очень простого желания упростить мир, что вот все там сильно просто, что есть какие-то масоны, или есть какое-то скрытое правительство, которое всем заправляет. Все процессы вот контролируются ими. На самом деле, ну, мое личное мнение, вот как пишет чат GPT, что это все не так, и мир гораздо более сложен. Дальше. Следующий вопрос тоже, вот серия вопросов, которые были заданы в моем телеграм-канале. Значит, могут ли все люди быть богатыми? Соответственно, если могут, то что мы должны для этого сделать, и если не могут, то почему? И вот, значит, отвечает, к сожалению, к сожалению, значит, чат GPT отвечает, что это невозможно. То есть, чтобы все люди были богатыми. То есть, это некий такой идеалистичный сценарий, но есть ряд факторов, которые ограничивают. То есть, во-первых, у нас ограниченное количество ресурсов. То есть, мы, ну, просто-напросто упремся в этот лимит. То есть, у нас ограниченное количество физических каких-то материалов. Второе, то, что существует, ну, inequality, это неравноправие, что, значит, есть, скажем так, большая концентрация богатства в одних руках, и это очень сложно распределить. И вот от себя тоже добавлю, что вот, по крайней мере, те модели экономик или там форм общества, которые на сегодняшний день мы знаем, они все вот имеют вот этот вот, практически все. То есть, они, значит, имеют недостаток того, что в конечном счете какие-то отдельные игроки забирают себе большую часть благосостояния. Ну, это свойственно, конечно же, капиталистическим формам общества. То есть, как бы мы играем в игру экономика. И есть там разные игроки, есть количество денег, количество там богатств, ресурсов, которые мы распределяем в рамках этой игры. И вот, к сожалению, так эта игра устроена, что рано или поздно, то есть, появляются явные лидеры, соответственно, явные там супер богатые люди, и остальным достается, как бы, то, что они не успели дораспределить. Значит, третий момент – это то, что экономический рост, он ограничен. То есть, количеством тех же факторов, там, значит, количеством ресурсов людских, материальных. Вот, и природа, природа людей, что люди обладают разными мотивациями, разными целями, разными способностями. И, значит, не каждый способен работать для достижения богатства. Ну, то есть, кто-то, кому-то это не нужно или там нужно в меньшей степени, там, кто-то наслаждается природой и там, тем, что он, например, ухаживает за животными или там изучает какие-то животные. И там, какой-то минимум прожиточный, там, была бы крыша над головой, еда в холодильнике, там, какое-то небольшое количество денег в кармане – это, в принципе, тот максимум, который нужен для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Следующий вопрос, тоже такой непростой, тоже из телеграм-канала. В чем же смысл жизни? Так вот, значит, что отвечает нам чат GPT, что нам отвечает искусственный интеллект? Он отвечает нам следующее, что это достаточно сложный вопрос, философский вопрос, и который подвержен, очевидно, подвержен дебатам и различным всяким спекуляциям, ну, домыслам каким-то и так далее. Смысл жизни связан с религией, с какими-то духовными убеждениями, с, значит, с какими-то персональными ощущениями и так далее. То есть, в целом, какого-то одного ответа не дает, все достаточно индивидуально и персонализировано. То есть, тут, наверное, ничего, то есть, много от чего зависит, от ваших отношений, ну, и так далее. То есть, к сожалению, какого-то простого ответа на этот вопрос чат GPT не дает, то есть, сложный вопрос, и каждый на него должен ответить индивидуально, исходя из своих взглядов, исходя из своих каких-то духовных убеждений и так далее. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем, то есть, как-то не помог особо нам в этом вопросе. Может ли врать чат GPT? Значит, что он пишет, что запрограммирован он давать честные и аккуратные ответы, честные и точные ответы, прошу прощения. Значит, честные и точные ответы на основании той информации, которая у него есть. И, соответственно, если информация недостоверна, то может быть какой-то ответ. Ну, что он пишет дальше, что необходимо все-таки проверять информацию, которую он дает, ну, и потому что эта информация может быть изначально как-то искажена. Кстати, интересно, что, опять-таки, я не знаю, насколько это правдиво, потому что тут уже много всяких, значит, всяких враг по поводу чат GPT, но мне кажется, что вот следующее, о чем я хочу рассказать, это правда. Значит, чат GPT задали вопрос по поводу Трампа и по поводу Байдена. Так вот, по поводу Трампа он сказал, что, ну, как вы характеризуете президента, он сказал, что я искусственный интеллект, я не могу давать эмоциональные характеристики, а вот Байдена он описал уж прям очень круто, что Байден большой молодец и так далее. Ну, то есть, вот это вот демократическое лобби в технологическом секторе, оно, конечно же, может оказывать определенное влияние и определенный байс. Ну, вот, вот так вот. Следующий вопрос по поводу наличия, по поводу религий. Кто создал и, соответственно, зачем? Так, религии существуют достаточно долго. Значит, религии произошли для того, чтобы объяснять мир, то есть, опять-таки, определенное упрощение, то есть, и понимание мира, то есть, определенные моральные и этические нормы поведения, то есть, паттерны, которым люди в обществе должны следовать для того, чтобы жизнь была более комфортная. Комфортная в целом общество. Ну, особо никаких каких-то больше информации здесь мы не получаем. Ну, то есть, религии созданы для того, чтобы объяснить мир, упростить его до какой-то модели и, значит, создать определенные правила для людей, чтобы люди могли как-то комфортно уживаться друг с другом. Что, вот там, не убей, не укради и так далее, чтобы общество могло развиваться. Потому что все вот эти вот заповеди, по сути, они нормализуют жизнь, то есть, вводят жизнь в социуме и, значит, позволяют этому социуму жить и развиваться. То есть, вот, в принципе, что нам пишет чат GPT. В целом, логично, сложно с этим поспорить. Следующее, когда же биткоин, тоже вопрос из телеграм-канала, когда же исчезнет биткоин. Ну, здесь чат GPT уходит от прямого ответа и говорит о том, что, значит, биткоин это финансовый актив, сложный финансовый актив. И предсказать, когда же он исчезнет, невозможно. То есть, он может быть, значит, занимать все большую роль в нашем обществе, а может, в общем-то, исчезнуть. Гарантий никаких нет. Ну, то есть, ушел от ответа. Следующий вопрос касательно обвала фондового рынка Соединенных Штатов. Он говорит о том, что, ну, не может он предсказать это, к сожалению. То есть, возможно, вот какие-то, опять-таки, фейковые вещи попались, значит, нам в работу. И говорит о том, что, в целом, фондовый рынок Соединенных Штатов – это достаточно устойчивая система, которая доказала свои долгосрочные тренды, подтвердила временем. Вот, поэтому, ну, как бы, вроде бы, даже если коррекции какие-то происходят, то, скорее всего, это краткосрочные коррекции. Что касается рынка России, вот было интересно посмотреть, насколько будет отличаться ответ касательно рынка Соединенных Штатов и касательно рынка фондового России. И, ну, здесь ответ тоже, что точно он не знает, но что подчеркивает, что фондовый рынок России подвержен влиянию стоимости на энергоносители, как одного из основных источников дохода для российской экономики. Ну, а также большому количеству геополитических рисков, внутриполитических рисков, ну, а также всевозможных санкций. Интересно, вот в комментариях писали, что информация, которая загружена в чат GPT – это информация 2021 года. То есть, знает ли он про существование войны или же нет. Но, тем не менее, он подмещает вот санкции, внутриполитические, внешнеполитические риски и так далее. Следующий вопрос – а как же научиться инвестировать? И вот тут, на самом деле, много всего интересного, как, в принципе, что касается трейдинга. Мне кажется, те ответы, которые он дал, они прямо… Я готов подписаться под каждым из ответов. Мне даже сложно с чем-то поспорить. Давайте посмотрим, что касается инвестиций. Ну, во-первых, образовывайте себя, то есть, изучайте книги, курсы всевозможные и так далее. Ну, то есть, это получайте информацию, то есть, увеличивайте свою экспертизу. Второе – это создавайте свою собственную стратегию, то есть, основанную на ваших целях, ограничениях и так далее. В долгосрочных целях диверсифицируйте свой портфель по различным классам активов. Начинайте с малого, то есть, вместо… Если трейдинг, то там, наверное, лучше начинать с демо, то инвестиции, так как это длинная история, совсем уж с демо, наверное, нет смысла начинать, но можно начинать с какой-то небольшой суммы. Мониторьте и изменяйте, то есть, корректируйте свою стратегию, исходя из того, что меняется на рынке, также у вас в жизни. Ну, и ищите более профессиональных советов, то есть, ищите профессионалов и не чурайтесь пользоваться их рекомендациями, их экспертизой. Следующий вопрос. Как найти криптовалюту, которая даст больше, чем 100% годовых? Ну, и тут, значит, не особо он вначале помогает, но, тем не менее, дает определенную схему, которая может в этом помочь. То есть, он вначале говорит, что это невозможно, то есть, это сложно, много всего, много всяких вводных. Но давайте посмотрим, потому что тут уже дальше, несмотря на то, что он, как бы, не знаю, здесь пишет, если говорить коротко, то здесь дальше вот пункты, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Ну, во-первых, смотрите на тренды, которые происходят в рамках отдельных активов. Ну, это логично. Если мы видим прям какой-то жесткий даунтренд и без признаков его остановки, то, наверное, инвестировать туда не стоит. Следующие – это технологии разработки. То есть, смотрите, вообще за тенденцией в конкретной криптовалюте, то есть, что происходит с точки зрения разработки. Если практическое применение, это очень важно, то есть, в реальном мире, если где-то, где эта технология получает применение, или это просто гипотетический блокчейн на блокчейне с блокчейном рядышком где-то сбоку, вот, соответственно, без реального применения. Это все получается, ну, какая-то такая пирамида. Смотрите на конкуренцию. То есть, есть ли какая-то конкуренция в рамках данной технологии. И, в общем-то, вот четыре тренд динамика разработки, практическое применение и конкуренция. Я думаю, что вполне себе фреймворк, то есть, какой-то паттерн для анализа криптовалют, который можно, соответственно, применять в своей работе. Что такое токеномика? Значит, вопрос, который часто задают. На самом деле, токеномика – это, оказывается, есть такая платформа, которая позволяет анализировать криптовалюты. То есть, это платформа, которая позволяет получать информацию с рынка, строить портфели, получать определенные новости и вот social network. То есть, там тоже есть какое-то комьюнити, в котором вы можете поучаствовать. То есть, в целом, я зашел на сайт, ну, пока что не попробовал его, но довольно интересно. На первый взгляд, по крайней мере, довольно интересно. Тоже можете зайти, написать, что вы думаете по поводу токеномики как продукта, а не как концепта. Про концепт, к сожалению, ничего мы здесь не узнали. Ну и последний вопрос по поводу того, какой же лучший подход использовать к анализу криптовалют. Первое, на что обращает внимание ChatGPT – это ресерчи и технологии. То есть, нужно понимать, опять-таки, что это за технология и где она имеет, имеет ли она реальное применение или же нет. Смотреть на market data, то есть, на информацию, которую мы получаем с рынка. Опять-таки, тренды, капитализация и так далее. Посмотреть, обратить внимание на команду, которая стоит и на комьюнити. То есть, комьюнити растет, есть ли, опять-таки, реальное применение, что за команда, развивает ли она проект или же это команда с камеров, красивых маркетологов. Ну и, опять-таки, реальное применение, адопшн, технический анализ и оставайтесь информированными касательно тех процессов, которые происходят в конкретной криптовалюте. В общем, довольно интересная, как мне кажется, довольно интересная получилась беседа у меня с ChatGPT. Не на все вопросы мы получили, конечно же, те ответы, которые бы хотели получить. Но, тем не менее, с точки зрения каких-то подходов, что к трейдингу, что к инвестициям, логичных подходов, конечно же, мы бы все хотели узнать у искусственного интеллекта будущее. Какую конкретно монету купить, чтобы получить 100 иксов, но такой информации он нам предоставить не может. Тем не менее, большое количество советов, которые, в принципе, довольно логичны касательно инвестиций, трейдинга, которые мы можем с вами применять в нашей работе. В общем, друзья, таким получился этот видеоролик. Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. С вами был Андрей Михайлец. Спасибо за внимание. Пока-пока. Продолжение следует...